Типанова Анастасия, испытатель и инженер Института Медико-Биологических Проблем Я как испытатель участвую в различных экспериментах космических, медицинских в Институте Медико-Биологических Проблем И работаю инженером в научно-экспертальном комплексе, то есть в подобии станции, которая будет на орбите Луны и Марса Мой путь в космонавтику и в науку, связанную с этой сферой, нестандартен В детстве, да, мечтала о космосе, потому что зачитывала с научно-фантастическими книгами Но потом были времена непонятные, там 90-е, начало 2000-х И тогда казалось, что космос очень далеко и особо никому не нужен Я приступила в факультет журналистики, но космос меня и там нашел Окончила я уже с дипломной работой космической журналистики Мы 4 года занимались с летчиком-космонавтом Батуриным Потом проработала обычным пиар-менеджером, потому что, ну, надо зарабатывать деньги Все, я уже взрослая Но все это время я отпускала чувство, что все-таки я не тем занимаюсь И надо следовать своему сердцу И услышала в новостях про проект Mars One Подала заявку, стала проходить этапы отборочные Параллельно с этим поняла, что мне это все очень близко И вроде бы получается, и есть шанс изменить полностью свою жизнь, пока не поздно Подала заявку в проект Mars 160 от марсианского общества в Америке Прошла там, дошла до финала и попала в эту экспедицию Где мы провели в пустыне 3 месяца, и потом в Арктике месяц Имитируя, что мы живем на Марсе Mars One заморожен из-за отсутствия финансирования То есть этот проект никуда не сдвинулся Но дал мне такой толчок к новой жизни И одно за другое стало цепляться После этого стала работать в Институте медико-биологических проблем Сначала начинала как младший научный сотрудник Потом мне предложили участвовать в эксперименте с Ириус-19 С испытателем, то есть провести в изоляции 4 месяца И уже когда закончился этот эксперимент К тому моменту я уже успела получить второй высший Это инженерное образование в МГТУ имени Баумана Плюс обучиться на спасателя То есть полностью изменила сферу деятельности И уже сейчас я работаю инженером То есть по специальности Продолжаю участвовать в других экспериментах Это сухая иммерсия, она недавно закончилась Впервые в мире этот эксперимент проходил с участием женщин И продолжаю дальше готовиться к тому, чтобы у меня было больше шансов Попасть наверх, туда, в космос Проект Mars One был основан Басом Ландсторпом Который посчитал, сколько зарабатывают на трансляции олимпийских игр И решил, что на трансляции того, как люди впервые высаживаются на Марс И живут там, можно тоже хорошо заработать И тем самым окупить в целом весь этот полет И жизнь на Марсе И решил не ждать инициатив от государства Поэтому как частная компания впервые Они объявили, что вот мы стартуем Набираем людей для полета на Марс С последующей жизнью там То есть как колонизация планеты Переезд глобальный такой И они надеялись, что с момента, когда объявят об этом Началась обширная пиар-программа Что будут набирать больше и больше инвесторов Спонсоров И постепенно смогут воплотить этот проект в жизнь Они планировали закупать все у подрядчиков Те же самые SpaceX, Lockheed Martin и другие Кто уже давно работает на космос Но не нашли столько инвесторов И, к сожалению, проект заморожен Этапы отбора были изначально такими То есть все это происходило удаленно Вы сначала должны были записать видео Рассказать о себе Почему вы заслуживаете попасть в этот проект Чего может быть полезно Потом после этого отсева у нас было психологическое тестирование После этого у нас было время подготовиться И освоить всю ту программу Именно техническую программу Как будет выглядеть колония на Марсе С помощью каких средств И сама геология планеты Условия И с нами проводил интервью один из помощников основателя Mars One После этого тоже многие отсеялись И осталось было 200 тысяч заявок В итоге осталось 100 человек 50 мужчин, 50 женщин И, по идее, уже эта сотня должна была ехать на определенную базу Где мы должны были проходить уже очные испытания И в конце должно было остаться 24 человека 24 человека, которые переезжают уже на базу Получают постоянно зарплату И просто там в течение 10 лет Учатся всему Тренируются для того, чтобы потом жить на Марсе Как только я начала участвовать в отборочных турах в проекте Mars One Я стала знакомиться с новыми людьми из космической тусовки И все больше и больше меня это захватывало И все меньше мне хотелось заниматься своей работой другой И я понимала, что я полностью хочу действительно уйти уже в космическую сферу И понимала, что нельзя все ставить только на один проект И зависеть только от него Поэтому случайно совершенно я познакомилась здесь в Москве В музее космонавтики с Робертом Зубриным Который приехал на тот момент в Россию с лекциями Он аэрокосмический инженер, писатель И президент Марсианского общества в Штатах Вдохновил многих молодых людей, многих инженеров В том числе и с Илоном Маском они по сей день общаются И мы как-то так сразу нашли коннект Он мне сказал, что вот мы планируем Мы набираем экипаж У нас будет впервые такая необычная миссия Вот у нас есть две станции, которые имитируют марсианские станции В Арктике и в пустыне И мы хотим, чтобы экипаж из шести человек провел там несколько месяцев Сначала в пустыне, потом в Арктике А тогда, конечно, для меня это было что-то невероятное Я говорю, как классно, жалко, что я бесполезна Потому что я всего лишь журналист Он мне ответил, что ты не права Мы, что я, что Маск и Джефф Безос Ну и многие другие инженеры были вдохновлены книгами И как раз журналисты нужны будут Когда полетим на Марс, чтобы это красиво описывать Чтобы вдохновлять людей и вообще рассказывать общественности Для чего нам нужно освоение космоса Поэтому ты давай попробуй А я посмотрю, насколько тебе это нужно И я действительно постаралась В итоге прошла тоже все отборочные туры И меня пригласили Это все длилось в течение нескольких лет И я поняла, что мне нужно еще улучшить свои навыки Добавить что-то новое, чтобы быть полезнее в экипаже Чтобы не просто писать, а еще что-то и делать Быстренько обучилась на спасателя Прошла аттестацию И поступил он второй высший в МГТУ имени Баумана На факультет специального машиностроения Специализацией у нас была робототехника После этого То есть когда я уже понимала Какие у нас будут эксперименты и проекты в Марсе 160 Я видела, что у нас нет ни одного научного исследования от России И подумала, что нужно это исправить Стала спрашивать у знакомых Как, с кем мне лучше пообщаться И мне посоветовали институт медико-биологических проблем Приехала туда на встречу, сразу же мы поладили И мне сказали, давай начнем с психологических исследований Они не такие сложные, ты сможешь их для нас проводить Пока будешь в экспозиции Вот с тех пор мы начали вот так вот дружить Потом и продолжили работать там И участвовать уже в других экспериментах космических Конечно, когда мы все лежим на диване И представляем О, да я бы лучше сделал Я бы спас весь мир быстрее И, не знаю, виртуознее Или я спокойно могу стать космонавтом Это не так страшно, это не так сложно Мы можем, да, об этом думать Спокойно лежа на диване Но как только мы себя помещаем в те экстремальные условия Которые как раз сопутствуют этой профессии То для многих оказывается, что нет Оказывается, это не мое Мне было хорошо вот у себя дома И мне тоже было интересно Да, я мечтаю стать космонавтом Я мечтаю полететь Как я поведу себя вот в этих изоляционных экспериментах Например, в эксперименте «Марс-160» Это был мой первый опыт Нахождение амжиронного экипажа Нахождение в ограниченном пространстве С ограниченными ресурсами Вдали от цивилизации, от всего Где действительно вы верите, что вот вы на Марсе Эта экспедиция проходила в пустыне в штате Юта Там до ближайшего пункта ехать полчаса И в населенном пункте находится 200 человек Живет Ну, это если только экстренно Если бы что-то произошло Кто-то был ранен или что-то еще Поэтому, когда я прилетела туда И мы начали жить и работать У меня, конечно, были очень высокие требования Ну, потому что я все это представляла Как вот по фильмам, книгам И я поняла, что я кайфую от этой работы Что мне это все очень нравится Нравится что? Ты учишься постоянно, каждый день И вот открываешь себе новые какие-то горизонты Ты постоянно выходишь из зоны комфорта И это очень зажигает Мы, у нас были расписаны задачи То есть помимо того, что ты должен В целом выполнять какие-то задачи в экипаже У каждого был свой научный проект Или инженерный проект То есть какой-то свой проект Моим основным, конечно, было проектом Это я все время писала О том, что происходит И поверьте мне, это не так просто Каждый день писать красивые рассказы Интересные рассказы Тем более, когда уже там Проходит месяц или два И какие-то дни они одинаковые Надо все время что-то находить Интересное И делать это на английском и на русском Поэтому, конечно, английский у меня хороший Но я не носитель языка И мои статьи проверяла Анна Ли Она художник и писатель из Австралии И тоже меня обучила вот этому мастерству Параллельно мы устраивали перекрестное обучение То есть если кто-то Если с кем-то членов экипаж что-то произойдет Чтобы другие смогли продолжить его исследование Поэтому у нас были лекции по геологии Микробиологии, инженерному делу И под конец уже третьего месяца Меня назначили ассистентом работы в лаборатории Ассистента микробиолога Мы проводили как раз микробиологические исследования То есть мы работали вот с экстремофилами Микроорганизмы, выживающими в экстремальных условиях Именно их мы думаем, что обнаружено на Марсе И это было безумно интересно И просто вот за три месяца получается Настолько прогресс тебя И физически, и морально, и умственно Как люди этого не получают за годы Потому что ты все время просыпаешься, учишься Общаешься, впитываешь в эти новые знания Производишь контент интересный Да, что-то творишь Это лучшее время в моей жизни до сих пор Уже прошло 4 года с тех пор Самые лучшие воспоминания Конечно, у нас были тяжелые моменты Но я бы еще раз это прошла Еще несколько раз После первой экспедиции в Юте У нас был год И через год мы отправились в Арктику Там действительно мы были на краю света Это необитаемый остров В канадской части Арктики Остров Девон И станция находится на краю Ударного кратера, которому 39 миллионов лет Все пейзажи какие-то инопланетные У меня всегда было ощущение Как будто бы картинка из звездных войн Из какой-то планет И все вокруг тебе говорилось Что тебе тут не рады И там я поняла Что мы вообще себя не отожисляли Мужчина или женщина Мы просто Можно сказать, что как вот существа Которые выживают в таких условиях И основное Там поесть, не замерзнуть И провести научные свои исследования То есть ту работу, ради которой ты приехал Очень, конечно, удивительно Что вроде бы с каждым разом все меньше, меньше тебе дают благ И все больше тебя ограничивают Но ты все равно умудряешься находить в этом Какие-то зоны комфорта И мотивацию Вот эту высокую силы И да, такой позитивный подход То есть все чаще и чаще мы там шутили И придумывали что-то смешное Какие-то безумные блюда Вот, чтобы как-то, не знаю, разбавить вот эту вот монотонность Конечно, вообще в таких условиях Ты становишься настолько простым И все дело в том, что вы уже перестаете чего-либо стесняться Ну, например, в Арктике Канада очень строго относится к своей экологии И тем более на необитаемом острове И все продукты жизнедеятельности человека Должны быть вывезены с острова Получается, что урина у нас была помещена в бочку И вывозилась самолетом Вот, мы ходили по маленькому в специальные воронки Все это вытекало по трубке в бочку А что делать с номером два? Там было подобие унитаза Но в унитаз был вставлен пластиковый пакет Вот, вы делаете это в пакет Дальше его завязываете И раз в два дня это все сжигается Сжигаете вы сами по очереди Поэтому я всегда смеялась Думаю, я один из там, не знаю Из сотни или десят Да, из сотен людей, наверное, кто сжигал свое Вот, да И я думаю, что именно из-за этого Белые медведи не подходили к нашей станции в Арктике Потому что, наверное, эти запахи их не привлекали Хотя к этому тоже быстро привыкаешь И спокойно уже относишься Спокойно То есть я пошла Сегодня моя очередь сжигать Вот, все-все свои дела сделали Чтобы там все чисто было Плюс были смешные моменты в Юте Потому что мы можем выходить из станции только в скафандрах И периодически в эту пустыню заезжают туристы Проезжие И они не всегда Они вообще не знают, что есть такая станция У нас на въезде, конечно, стоят знаки Что не приближайтесь и так далее Но все очень любопытные И были случаи, когда нам приходилось игнорировать людей Потому что мы же все-таки на Марсе На Марсе больше нет людей, кроме нас самих И мы продолжали в этих скафандрах Там копаться в земле Там что-то исследовать Рядом стояли люди Смеялись и вообще не понимали, что происходит Тоже отлично показывает Насколько ты можешь сконцентрироваться Отключиться от внешнего мира Были курьезы связанные Опять с приготовлением еды С совершенно разным пониманием Уже культурными отличиями Например, помню, как-то японец приготовил Дело в том, что сублимированная еда Приводит к тому, что у всех у нас возникают газы А сублимированная капуста Это вообще тем более И чтобы вот этого не было Надо ее долго в воде держать Поварить Он этого не сделал Он приготовил блюдо Красиво, красиво все украсило Как в ресторане Мы, конечно же, все съели Потому что всегда голодные и уставшие Но ночью все были рады, что у каждого отдельная каюта И утром шутили, что изобрели новый вид топлива На газовой тяге, что мы все можем летать Мы с тех пор, конечно, вообще Капуста была задвинута куда-то в угол И никто ничего не готовил с ней Были, да, в основном почему-то возникали очень интересные моменты с приготовлением еды И это давало творчество, давало какой-то такой фан Потому что вот уже в другом эксперименте, в котором я участвовала Это Sirius 19 Там мы не могли готовить Потому что мы имитировали, что находимся на орбитальной станции вокруг Луны И там уже вся еда была готова Надо было просто добавить в горячую воду и есть Ну или разогреть в микроволновке И, конечно, этого момента не хватало Чтобы проявить какое-то свое творчество Что-то новое придумать И плюс к концу четвертого месяца Вот это однообразие еды Хотя у нас было меню прописано на 7 дней Но оно начало проедаться И ты понимаешь, что ты перестаешь получать удовлетворение от еды Это, конечно, такое странное чувство И мы становимся люди настолько примитивными Когда постоянно находимся в таких совершенно ограниченных условиях И думаем, например Вот у меня спрашивали А как же там 4 месяца в изоляции Там наверняка был какой-то флирт Или о чем-то там думаешь И так далее Я говорю, слушайте Я о чем думала? Как бы мне съесть вкусный стейк? Попробовать что-то новое? То есть все твои желания Они вот сужаются до таких базовых потребностей То есть это поесть вкусно, хорошо, питательно Выспаться, позаниматься спортом Ну и интеллектуальный голод тоже То есть это либо что-то интересное посмотреть, прочитать Или с кем-то пообщаться И получается, что я была в трех разных локациях И в экспериментах тоже Вроде бы все имитируют космический полет И они все разные Но схожи в том, что уже в который раз я убедилась Что люди меняются в таких условиях И им уже, они довольствуются малым И ценят простые вещи Российско-американский эксперимент серии 19 Потому что НАСА обратилась к Конституту медико-биологических проблем С тем, чтобы подготовиться лучше к освоению Луны Попросили провести серию экспериментов Изоляционных, где у нас сначала было 17 дней Потом 4 месяца, потом 8 месяцев, год и еще раз год Это все разные экипажи Но одни и те же условия, одни и те же исследования, методики Хотели собрать побольше данных Особенно связанные с человеческим фактором То есть психологией Потому что это самое непредсказуемое Что может произойти в космосе Эксперимент Сириус, конечно, больше был нацелен на психологию и физиологию человека То есть помимо психологических тестирований и различных методик, которые мы выполняли ежедневно То есть вы просыпаетесь утром, первым делом вы заполняете опросник Как спали, какое настроение, жлитесь ли на кого-то и так далее Потом проводите медконтроль Это измерение давления, ЧСС и температуры и веса Все это заполняете в специальную форму и отправляете в центр управления полета Дальше уже ваш день строго по циклограмме То есть там каждый час, каждые полчаса расписаны Когда завтрак, когда эту методику нужно быть на другую И у нас очень много было экспериментов на то, что происходит с вашим телом Находясь в монотонной обстановке во время депривации сна В отсутствии внешних раздражителей И в гермообъекте, то есть в атмосфере, которая у нас была своя все 4 месяца То есть мы дышали воздухом своим У нас было чуть повышено давление, чтобы пыли, микробы снаружи к нам не проникли И плюс мы не видели солнечного света 4 месяца Тоже, как снижение витамина D влияет на организм и на психику Проводили эксперименты по изучению физической силы, выносливости И была программа рассчитана для нас Мы бегали 6 дней в неделю, по полчаса Это вот как минимум По поддержанию нашей работоспособности, наших мышц Потому что на МКС космонавты тренируются еще больше Чтобы не вымывался кальций из костей И мышцы не атрофировались И мы тоже вот постоянно бегали Сначала столько бега было непривычно Тем, кто не любит бегать и заниматься другими видами спорта А потом мы просто настолько его полюбили И это настолько добавляло каких-то новых ощущений И это шло как разгрузка и психологическое И физическое Что вот когда у нас была имитация того Что четверо членов экипажа Зашли в спускаемые модули И отправились на поверхность Луны И провели там неделю Естественно, они находились в 50 кубических метрах Там нет ни беговых дорожек, ничего подобного Что на нашей большой орбитальной станции То когда они вернулись обратно Первым делом, что они захотели Это пойти побегать И даже сказали, что получили такое удовольствие Никогда не получали такого удовольствия От этой пробежки И это действительно удивительно Насколько те вещи, которые Например, в обычной жизни Ты просто понимаешь, что надо Потому что это кардио Или потому что сдать нормативы И так далее Там превращается в удовольствие Помимо этого Мы исследовали когнитивные способности Во время выполнения операторской деятельности То есть, например, у нас был стимулятор стыковки И мы должны были выполнить стыковку С космического корабля, со станцией И должны были это делать в разных условиях Когда мы не спали уже 30 часов И когда мы просто в обычном нормальном режиме Тоже это все сравнивалось Насколько депривация сна То есть отсутствие сна влияет На наши способности Совершенно, да Около 90 исследований было проведено К сожалению, я не могу рассказать о результатах Потому что мы должны сначала дождаться публикации И потом уже будут данные-данные Но по предварительным таким оценкам Тут еще было важно проверить межгендерный состав Потому что раньше у нас в основном мужчины были в экипаже А сейчас поровно мужчин и женщин И насколько это вообще повлияло И насколько это работоспособная схема И по психологическим тестированием получилось Что женщины справляются с такими условиями экстремальными Более творческим И довольно гибки Что очень хорошо Потому что если мы хотим уже Чтобы были станции на Луне, на Марсе То безусловно это будут уже смешанные экипажи И мы должны научиться нормально это воспринимать И гармонично работать Чтобы не было такого, что вот женщины там отвлекают И прочая какие-то, ну прочая ерунда Когда ты находишься в космическом эксперименте в экипаже Ты профессионал в первую очередь И у тебя нет пола Ты просто член экипажа и все Именно такой подход должен быть И в настоящих космических миссиях И я думаю, что он и есть То есть безусловно он и есть Так что да, никакого дома два Конечно, если сравнивать с фильмом «Марсианин» Здесь сложно сказать, насколько это все реалистично Его поведение с точки зрения психологии Потому что до сих пор самый непредсказуемый фактор Космических полетов уже к дальним планетам Это психология Мы не знаем Например, есть такой момент Когда психология берется Когда экипаж будет лететь к Марсу И они уже не видят Землю Но еще не видят Марс И получается, что не с чем себя отождествить И в такой, как бы в черной бездне Переживает, что в этот момент могут возникнуть проблемы Плюс всегда возникает феномен третьей четверти То есть ровно на середине изоляции Экспедиции Идет спад настроения Ну и такие депрессивные что-то Потому что экипаж Ну это по исследованиям психологов И я их прочитала до того, как отправилась во все эти экспедиции И потом я сравнивала Вот у меня это есть или нет Когда уже прошла половина миссии И это связано с тем, что Человек думает Вот, я уже столько прошел А мне еще столько же И там, как мне это надоело Или еще столько же в ограничениях В трудностях и так далее В нашем случае я вот такого явного спада не заметила Может быть, члены экипажа скрывали Но у нас не было такого Я думаю, что То, что как в фильме «Марсианин» Наверное, можно все это выдержать Хотя это безумно сложно Быть одному на другой планете Но сила к тому, чтобы выжить и жить Вот это вот желание невероятное В принципе, оно способно преодолеть Многие трудности и не сойти с ума И в принципе, да В зависимости от человека К сожалению, все индивидуально Очень важна высокая мотивация Причем, чтобы эта мотивация Не базировалась на деньгах Или славе А именно, чтобы было что-то Более глубокое и высокое И это будет помогать человеку Выживать в любых условиях И в целом я поняла, что человек Действительно адаптивное существо Не зря мы эволюционировали И в итоге сейчас имеем, что имеем Ну да, сложно будет И благодаря технологиям новым Я думаю, что во многом Чтобы себя как-то разгрузить И психологически поддержать Поможет виртуальная реальность Ну именно уже на таком уровне Что ты действительно в нее погружаешься Побудешь немножко на земле Среди океана или лесов Поменяешь картинку Дальше вернешься опять к работе В принципе, это тоже должно помочь Да, момент того, что настолько захватит Виртуальная реальность И не захочется выходить Из нее тоже что-то есть этот риск Поэтому мы продолжаем все эти исследования И продолжаем проводить Изоляционные эксперименты Хотя, казалось бы, их проводят И проводили Зачем снова что-то делать Но появляются новые способы психологической поддержки Новые какие-то методики Эксперименты И мы как можно больше хотим узнать И найти точек риска для человека Чтобы потом помочь их нивелировать И чтобы действительно людям было комфортно жить На орбите Луны Либо на Марсе Чтобы мы уже Не зависели настолько от Земли А были более автономны Например, если говорить про колонию на Марсе И это даст такой бум новых технологий Это даст такой толчок в целом науке Поэтому мне, конечно, удивительно Что мы до сих пор Пока еще летаем вокруг своего земного шара Я надеюсь, что при моей жизни Я увижу, что люди все-таки высадились на Марс Если до этого я уже проверила себя На психологическую устойчивость Жизнь в изоляции, в ограничениях То недавно я приняла участие в первом в мире эксперименте С участием женщин-испытателей Сухая иммерсия Здесь мы имитируем условия микрогравитации Которые есть у нас на МКС За счет ванн, наполненных водой Сверху водонепроницаемая пленка Вы ложитесь туда И лежите несколько дней То есть вы в безопорном пространстве И уже начинают происходить изменения С вашим организмом Он реагирует очень так быстро На те новые условия И удивительно, что я начала с миссии Марс-160 Где мы были на станции Но могли выходить только в скафандрах То есть все равно могли выходить И что-то видеть, исследовать Потом у меня начался эксперимент Сириус Там мы уже не могли выходить Мы просто были все время в железной бочке на станции А здесь уже совсем я себя задвинула в рамки Я лежала три дня в этой ванне И получается, вообще не могла даже передвигаться Я была в одной комнате В одном пространстве И тоже это интересный опыт Что как далеко может зайти человек Как далеко он может себя ограничить И мы надеемся получить интересные данные Насколько реакция женского организма Отличается от реакции мужского организма На невесомость Три дня Это стартовый такой срок Потому что, да За эти три дня только начинает перестраиваться организм И привыкать И получается уже после трех дней Он адаптируется А тут нас уже вынули И организму приходится снова переадаптироваться Опять к зимой Силы притяжения И к опорному пространству Ну, к опоре Но мы решили начать с трех дней Потому что у нас Мы должны сравнить с тремя днями у мужчин Дальше планируем проводить еще испытания Когда уже будет пять дней И три недели Мне интересно было бы поучаствовать В пятидневном эксперименте Но пока нельзя Надо, чтобы прошел год После вот этого испытания Безусловно, нужно нам активнее И лучше развивать робототехнику То есть людям понадобятся помощники Это и при постройке базы на Марсе И при просто проживании на орбите вокруг Луны Или на Марсе Помимо этого Также Кстати, темой моей дипломной работы Был робот для психологической поддержки космонавтов И не только психологической, но и помощи в целом То есть вместо того, чтобы искать Где какое-либо оборудование Или как какую-то методику провести Как в космической Одиссеи, где был Хау Или в других каких-то фильмах Ну и сейчас мы все пользуемся Алисой, Сирией Чтобы такой же был хотя бы голосовой помощник С элементами искусственного интеллекта Который сразу же говорил Вот, пройди туда Сделай это Это лежит там-то, там-то Это экономия времени И не напрягается зрение Чтобы читать Потому что оно страдает Когда ты находишься в невесомости Поэтому вот какие-то такие моменты Плюс больше развивать агрономию То есть, опять же Это какие-то технологические решения По быстрому выращиванию растений И по производству белка Потому что вы тратите много сил И на тренировки, и на работу И ваш организм требует белок Вот, как его восполнить? То есть все время поставки земли Ожидать сублимированным мясом Или консервами рыбными А тут может быть выращивать Тех же самых там червей, личинок Либо аквапоника Когда там экосистема Маленькие рачки И в то же время там же и растут растения Которые тоже можете использовать и есть И они друг друга дополняют То есть, вот такие вот решения Очень интересные Планы на будущее, конечно же Попасть в космос На МКС Не говоря уже совсем Нереальная вещь Что это Луна или Марс Но да, все-таки побывать уже Теперь в настоящем космосе Но если в этом Во время этого пути Удастся попасть на станцию Которая находится во Флориде И находится она под водой То было бы тоже очень интересно Ну и в Антарктиду Там с юношества заниматься собой То есть, чтобы вы были здоровы Занимались спортом Потом это будет все сложнее Наработать Выбрать сразу ту специальность Которая будет ближе всего Вам не обязательно быть только инженером Можно быть микробиологом Геологом Врачом Но что-то вот, чтобы было все-таки Связано в этой сфере Гуманитарной, конечно Профессии пока не приветствуется И будет у вас ноль шансов Попасть в отряд Да То есть, не терять время Заниматься собой Своим здоровьем И нарабатывать опыт Профессиональный И как можно Там, наверное, больше Получать навыков Которые помогут вам Быть конкурентоспособным Да, вот в этой При отборе Ну и Несмотря на что Идти к цели Сейчас все меняется У нас появился частный космос И очень хочется надеяться Что в ближайшее время Он станет доступней И больше людей Смогут попасть В космические программы Уже не обязательно Там От Роскосмоса Или от НАСА И больше будет шансов Для многих Если у нас будет развиваться Космическая техника То требования К здоровью Тоже могут быть Уже попроще И опять же Это должно открыть Больше возможностей Нам всем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому